МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, приветствую всех. Добрый вечер. Давайте начнем с весьма любопытного. Я о рейтинге доверия мировым лидерам. Его тут составил американский исследовательский центр Pew Research, приурочил к двухлетию прихода Трампа к власти. И результаты, кстати, не в пользу господина Трампа. Ученые опросили почти 25 тысяч человек в таком же количестве стран. И выяснилось, что самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель. Следом идут Эммануэль Макрон, Си Цзиньпинь, а после этого российский президент Владимир Путин. И даже он, коллеги, обошел Дональда Трампа. Путину доверяют 30% опрошенных, а Трампу лишь 27. Такие дела. Вряд ли, коллеги, вы удивитесь, но я скажу, что Трамп заслужил эту картину, конечно же. Он сделал все для того, чтобы традиционные партнеры США, во-первых, почувствовали себя униженными и даже оскорбленными в некоторых случаях, а во-вторых, перестали рассчитывать на Америку в тех или иных ключевых областях. Ну, например, в вопросе борьбы с изменением климата. И да, это очень важная проблема, которую Дональд Трамп сознательно или бессознательно не хочет замечать. Исследование Pure Research проводилось, надо сказать, в 25 странах мира, в ведущих государствах Европы, Азии, Латинской Америки, России и Израили весной этого года там были опрошены 26 тысяч человек, то есть масштабы вполне внушительные. Авторы говорят, что почти во всех странах доверие лично к американскому президенту заметно снизилось, но половина опрошенных по-прежнему благосклонно относится к США. Одновременно мы не можем отрицать, что сколько бы мы ни говорили, что, дескать, Трамп отдельно, Америка отдельно, все равно его личное хамство, его личное поведение, его личное нежелание принимать правила, не знаю, хорошего тона, как минимум, отражается на отношении всего мира к единственной сверхдержаве, державе планеты. Отражается на отношении всего мира. Коллеги, во-первых, ну и что? Измерили среднюю температуру по больнице, и давайте с этим носиться. Америку не уважают в мире, заголовки повсюду мы видим. А что, американцев когда-нибудь волновало, как к ним относятся? Я хорошо знаю, что в России все хотят одобрения и пристально следят за тем, как относятся к российскому руководству по всей планете, даже в самых маленьких и никому неизвестных ее уголках. А здесь, в Соединенных Штатах, да по большому счету плевать на это. Давайте исходить из того, что Америку и до Трампа, и во время Трампа, и после Трампа, во многих странах мира сильно недолюбливали. Можно с этим соглашаться, не соглашаться, но это факт. Что касается Трампа, то он давно провозгласил, Америка превыше всего, Америка прежде всего. Он, в принципе, предупредил своих избирателей еще во время кампании 2016 года, и, что важно, заручился их поддержкой. В мире, за пределами США, не поймут концепцию, каждый за себя. Но мы, американцы, имеется в виду, обиду партнеров, или так называемых партнеров, переживем. Ну и, наконец, еще один аргумент, куда, что называется, вы денетесь с подводной лодки, какие бы графики, рейтинги вы ни составляли. Мы как раз вчера в Ньюстоке говорили об этом соглашении, которое Соединенные Штаты заключили с Мексикой и Канадой. Говорили о том, что вот, дескать, Мексике это невыгодно, Канаде это невыгодно, нафта им была очень выгодна, а нового соглашения нет. И что в итоге? Как миленькие, уж простите за грубость, подписали это соглашение и улыбались на совместных мероприятиях с господином Трампом. Обратите внимание, в этом самом рейтинге уровень доверия к США в Мексике составляет 32%. Уровень доверия к США в Канаде составляет 39%. Что-то из этого следует? По сути, нет. Они подписывают новый торговый договор вне зависимости от того, как они относятся. И еще самое последнее, прошу прощения, что занял столько времени, крамольная мысль, нет уж, позвольте мне договорить. В отличие от Джорджа Буша-младшего или вашего, Екатерина, любимого президента Барака Обамы, Трамп, несмотря на всю свою грозную риторику, которая может кому-то не нравиться, ее можно назвать хамством, как мы сейчас услышали, Трамп не лезет с войной в другие страны, он лезет туда только с экономикой. Да-да, Тихон, ты просто сейчас описал такую невероятную картину, престарелый голубь мира просто получился, не иначе. Впору вручать Нобелевскую премию. Мира можно, например. Да, мира, ага. Но если серьезно, то Дональд Трамп, конечно, сделал для раскола среди традиционных партнеров, всестороннего, очень глубокого, на долгие годы создавшего проблемы раскола, сделал больше, чем какой-либо из названных тобою, Тихон, президентов США. И больше, гораздо, чем назван тобой мой любимый президент США Барак Обама. Ты представь себе, Тихон, что на фоне глобального антиамериканизма и одновременно усиления популизма в этих странах за пределами Америки начнут приходить к власти свои Дональды Трампы, которые будут, знаете, говорить «Окей, каждый сам за себя, и мы сами за себя». Изоляционизм, антиглобализм, шовинизм и прочие мерзости начнутся. И, в общем, привет тебе, 19 век. Ну вот, кстати, россияне своего мнения об американской политике почти не изменили за последние несколько лет. Сейчас, в 2018 году, здесь четверть россиян считает, что Вашингтон учитывает интересы Москвы. Почти столько же россиян думали так же в 2013 году, еще до всякого Трампа. Ну, одновременно резко снизился личный рейтинг Трампа среди россиян. Ну вот, здесь коллеги, видите, не верят, что президент Америки – агент Москвы, не то что СНН. И вообще, дорогие друзья, не кажется ли вам, что вот вы сейчас не замечаете слона в комнате? Ничего, что в этом опросе Пью, есть еще и рейтинг Владимира Путина. Так вот, он будет повыше рейтинга Дональда Трампа. И здесь, в России, это очень большая тема. Сегодня с утра все об этом пишут. Ну, само собой, лояльные власти СМИ особое внимание этому уделяют. Ну, это ровно то, о чем я говорил, что в Российской Федерации этому придают гораздо большее значение, чем в Соединенных Штатах Америки. И вообще, уж простите мне, но все это, как любит выражаться телеканал РТВ, инфошум. Все это, как любит выражаться Дональд Трамп, фейк-ньюс. И все это такая постправда, о которой мы часто говорим. Потому что, извините меня, но эта новость, это, знаете, из анекдота про то, как соревновались американские и российские лидеры. Американец пришел первым, но российская пресса написала, что тот пришел предпоследним, а наш занял почетное второе место. Это абсолютно так. Владимир Путин всего на 3% популярнее, чем Дональд Трамп. Рейтинг недоверия к Путину на минуточку 62%. Так что называть его популярной фигурой в мире, ну, без обид. Но это глуповато. Просто очевидно, что Америка куда больше влияет на мировые события, чем Россия. Поэтому об американском президенте жителей планеты думают больше, чем о других у них. Он вызывает больше эмоций положительных, отрицательных, нейтральных, каких бы то ни было. И все же, в конце концов, озабочены российским вмешательством, о котором так часто говорит упомянутый Андреем Сене. Ну, надо сказать, что даже Си Цзиньпин, упомянутый также Андреем, значительно популярнее Дональда Трампа и Владимира Путина. А я бы хотела остановиться как раз на том, что Макрон и Меркель вне конкуренции, они нравятся почти половине опрошенных. Что, коллеги, свидетельствует о том, что умеренные, внятные политики с демократическими ценностями и взглядами взвешенной платформой вызывают у людей куда больше доверия. То есть мир еще не сошел с ума окончательно, и это просто хорошее новое. Ну да, только голосуют люди не за упомянутых тобой светлых рыцарей с демократическими ценностями, а голосуют как раз за политиков типа Трампа. Голосуют за Трампов, а не за Меркеля и не за Макронов. Меркель уже давно сидит в своем кресле, еще будет сидеть, так что не надо тоже. Коллеги, давайте из Америки перенесемся совершенно в противоположную часть света. Я о Новой Зеландии, там вводят такую штуку, которая называется цифровой досмотр. Это означает, что путешественники, которые прибывают в Новой Зеландию, будут обязаны без каких бы то ни было веских на то причин давать таможни, службе безопасности, ну, по сути, чиновникам доступ к своим гаджетам. Будь то телефоны, ноутбуки и планшеты, ну, все, что, в общем, возят с собой современные люди, авиапассажиры, я думаю, что каждый из вас. При этом граждан власти обяжут разблокировать устройство, то есть либо ввести пароль, либо сейчас приложить палец, чтобы считать отпечаток, ну, или в камеру телефона посмотреть, чтобы разблокировать его с помощью распознавания лиц. Таможенные ведомства, власти уверяют, что будут проверять лишь файлы, хранящиеся на устройствах, авиарежим выключать, вернее, не потребуется, никуда в переписку они не полезут. Но за отказ проходить такой цифровой досмотр, пускай такая лайт-версия с файлами, придется заплатить штраф в пять тысяч долларов. Ну, кроме того, еще и телефон заберут на таможне, чтобы изучить его более пристально, потому что, ну, мало ли от чего-то отказываешься. Во-первых, мы живем, да, Андрей, мы живем в цифровом веке, и нужно привыкать к тому, что материалы, содержащиеся в ноутбуках, телефонах, планшетах, это такая же часть нашего мира, как, не знаю, платье в чемодане. Раньше и чемоданы, наверное, было неприлично досматривать, а теперь это совершенно такая рутинная процедура, к которой мы все привыкли, которая не вызывает у нас никаких вопросов. К тому же, отмечу, что дело происходит в Новой Зеландии, да, где все знают все нормально с соблюдением закона. Там сказано, что подобный досмотр – крайняя мера в случае, если возникнут конкретные подозрения. Именно поэтому что-то мне подсказывает, что никакого, знаете, разгула чиновников или представителей таможенной полиции там не будет. Будет все с соблюдением всех правил приличия, огромным уважением к пассажирам и так далее, так далее. Слушайте, история с Новой Зеландией окажется детским садом, конечно, такими цветочками после, например, опыта любого человека, ну почти любого человека с прохождением досмотра в Бен-Гурионе, аэропорту израильском главном. Я думаю, что многие из вас, наших зрителей, и Тихон, ты не был, насколько я знаю, а может быть, Андрей, ты побывал в Бен-Гурионе, ты знаешь, что это такое, но вот меня там несколько раз досматривали с пристрастием, проверяли все мои вещи, осматривали, досматривали, перерыли все просто, что у меня было с собой, включая ручную кладь, проверяли, например, молоко для моего ребенка с таким интересом, что я просто уже чуть не заподозрила, что мне туда что-то подложили. И, конечно, это неприятно, конечно, это вызывает чувство протеста. И это некая такая даже, ну, унизительная процедура, очевидно, но я и тогда понимала, и сейчас понимаю, что это крайне необходимо. Так надо делать, если ты хочешь, чтобы ты чувствовал себя в безопасности на борту и в самом здании, поэтому ничего нового в этом нет, это правильно. Екатерина Катрикадзе, адепт государства и силовых методов спецслужб в прямом эфире. Я подчеркнула, никаких силовых методов. Телеканала, телеканала РТВ, ты знаешь, Катя, ты меня очень сильно удивляешь. Когда, например, речь идет о том, что залезает к себе в чемоданы, когда тебя обыскивают, есть довольно конкретное и понятное объяснение у этого мероприятия. Оно заключается в том, что люди, этот досмотр осуществляющий, предполагают, допускают, что, возможно, у тебя там спрятана бомба, или у тебя в твоих вещах спрятаны наркотики, которые ты везешь, и так далее, и так далее. Что конкретно запрещенного и опасного с точки зрения демократического государства может быть в телефоне? Твоя переписка? Или, может быть, твои заметки, которые ты себе делаешь? Это все то же самое, как история про контроль за социальными сетями. Это все то же самое, как история про контроль за перепиской и прочие маленькие шалости большого брата. Не может быть такого, что если они это делают, то им это надо. И давайте не обращать на это внимания, потому что в этом нет, на самом деле, ничего страшного. Есть пословица про, про что она, про палец и про руку, да? Вот у тебя сначала начинают досматривать телефон, потому что мы просто досматриваем, мы даже не выключаем авиарежим. Ну, в Зеландии, Тихон. Мы просто посмотрели, вообще никакой проблем. Потом у тебя его просто забрали, потом мы просто в него залезли и узнали твои пароли от социальных сетей, и так далее, и так далее. Ну, ладно, из этой переписки, Тихон, можно вышлинить и проверить, например, круг твоих знакомых, если хочешь ответ мой серьезный, а не вот это вот размышления на тему ада на земле. Проверить круг твоих знакомых, понять твои намерения, определить, собираешься ли ты, например, взрывать Empire State Building. Это то, что сейчас в современном мире, к сожалению, великому приходится делать. И ровно поэтому всякие, вплоть до неприятных методов обеспечения безопасности имеют право на существование. Несомненно, террорист, который прилетает в Нью-Йорк с целью взорвать Empire State Building, ставит себе напоминание. Среда, 12.00, не забыть взорвать Empire State Building. Тихон, вот сейчас ты так говоришь, что все зрители так и подумают. И досмотр его телефона как будто бы поможет, я прошу прощения. Специалисты определяют не по заметке у тебя в телефоне взорвать Empire State Building, а по уровню твоих контактов, по твоей переписке, по намекам. Если исследовать этой логике, завтра мы научимся читать мысли, мне в голову будет проникать таможенник в поисках запрещенки. Отцы-основатели США, которым часто апеллируют в этой стране, в которой мы сейчас оба с тобой находимся, они говорили о том, что тот, кто ради безопасности придает свободу, не получает ни свободу, ни безопасность. Это путь в никуда. Знаешь, Тихон, расскажи это жертве теракта любой, в любой точке мира. Пожалуйста, пожалуйста. Коллеги, я вот не очень понимаю, здесь из Москвы, вот чего вы всполошились, как будто вот первый раз. Вот ровно вчера мы рассказывали о том, что впервые ФБР заставило подозреваемого посмотреть на iPhone, чтобы разблокировать телефон. Это технология Face ID, но она есть не только у Apple, но и у многих других производителей. В России, например, подозреваемых в наркоторговле заставляли разблокировать телефон, чтобы проверить, нет ли внутри в телефоне фотографий из закладок. И, кстати, во многих отделениях, я читал, людей буквально пытали, просто заставляли прикладывать пальцы и, в общем, силовые методы применяли ого-го как. Но это к вопросу, кстати, о государстве и разнице между Новой Зеландией и Россией. Ну а вообще, если взять камеры с распознаванием лиц, не знаю, технологии обработки в реальном времени, человека могут идентифицировать вообще на любом конце любого большого города. Ну, вспомним Скрипалей, господи, вспомним Петрова и Баширова, которых вычислили просто по камерам видеонаблюдения. Я не понимаю, что вы переполошились, Большой Брат, по-моему, уже победил давно, и это просто, ну, какая-то дополнительная... Так, собственно, вот и причина и повод всполошиться, что Большой Брат и победил. Ровно это и ужасно. Еще понятно, если бы все это использовалось исключительно для борьбы с преступлениями. Можно верить или не верить версии про Баширова и Петрова, но британские власти воспользовались этими инструментами для того, чтобы найти тех, кто, по их мнению, является преступниками. Но это ведь не правило, это исключение из правил. Это используется для тотального контроля над гражданами по всему миру. Извините за банальную и, возможно, пошлое сравнение. Это как раз такая Оруэловщина начинается, и 1984 год. Да, Мария Захарева тоже любит приводить Оруэлов. Даже в прекрасной Новой Зеландии, среди, значит, лесов, гор и потрясающих видов, где снимают фильмы «Толки» на «Властелин колец», спецслужбы этой прекрасной страны в равной степени, как и спецслужбы всех стран, в своей сути, они для этого созданы. Они созданы для контроля над обществом, для контроля над гражданами. В тот момент, когда общество и граждане говорят, окей, мы здесь немножечко свои свободы отдадим, потому что, возможно, это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность, а потом на следующий день, слушайте, мне здесь сказали, что нужно отдать еще немножечко нашей свободы для обеспечения безопасности. Тихон, это ты уже второй раз расскажешь. Окей, давайте меньше драмы. Ты лично, Тихон, вряд ли можешь сказать, что ты почувствовал давление и преследование, потому что тебя кто-то опознал на улице. Угроза в современном мире, главное, исходит от террористов, заключим, от чистого, абсолютного зла, и для борьбы с ним приходится жертвовать личным пространством порой, а если не хочешь жертвовать, то можно отправиться, например, в джунгли Амазонки, там нет Wi-Fi. Прекрасный вариант. По поводу аэропорта Бен-Гурион, кстати, досмотр, если лететь, например, из Москвы государственными авиалиниями Эль-Аль, он начинается уже здесь. Поэтому, в общем, здесь такая история довольно... Здесь то же самое, Андрей, в Америке, когда ты летишь отсюда в Израиль. Ну, давайте сменим тему. Нобелевский комитет сегодня объявил, кто в этом году доставился премии по физике. Награду получила группа из трех ученых. Они представляют США, Францию и Канаду. Такая международная группа, но это часто бывает с Нобелевскими премиями. Это Артур Эшкин, Жерар Мур и Донна Стрикланд. Они создали технологию оптических пинцетов, изобрели метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов. Ну, звучит витиевато, как всегда, когда дело заходит у фундаментальной физики. Да, я стала гораздо умнее сегодня, скажу вам, коллеги, потому что поговорила с нашим научным консультантом Андреем Коняевым. И вот он объяснил, что первое открытие, упомянутое тобой, Андрей, оно очень прикладное. Это оптический пинцет. Сейчас внимание. У тебя есть супермаленькие объекты, то есть совсем маленькие. Это клетки, частицы, вирусы или отдельные атомы. Ты хочешь их подвигать, и нужно, чтобы они попали в конкретную точку. И чем их хватать? Вопрос. Тут на помощь приходит тот самый оптический пинцет. Это на самом деле ответ на старый вопрос. Как носить воду в решете? Вопрос древнейший. Технологии, между прочим, оптического пинцета открыты в 70-х. Начала эта технология применяться в 86-м. То есть это не открытие 21-го века, это открытие конца прошлого века. За него сейчас награждают, собственно, людей, ученых. А второе открытие довольно сложно объяснимо. Мне, например, так оно и не поддалось. Довольно сложно объяснить, еще сложнее понять. Да, если коротко, это такой короткий световой импульс, который применяется в операциях по коррекции зрения, а еще в квантовой механике. В этом открытии, как нам объяснил Андрей Коняев, будущее. Я ему абсолютно верю, поэтому цитирую очень близко к тексту. И вот именно здесь, в этом втором открытии, отмечена первая за 55 лет женщина Донна Стрикланд. Ура, коллеги! Третья женщина лауреат Нобелевской премии по физике. И первая за 55 лет. Что-то мне подсказывало, что к этому ты и ведешь, Катя, и что про это мы можем говорить намного более авторитетно и компетентно, чем обсуждать лазерные пинцеты и что там еще было? И лучи. Но мне кажется, что я первая тоже нормально справилась. На самом деле, 55 лет женщины не получали премии по физике. Это же не значит, что женщины не склонны к точным наукам. Это не значит, что женщины хуже или что они меньше делают открытия и достижения. Это значит, что слишком долго к женщинам в точных науках, в естественных науках, в математике, в физике никто попросту всерьез не относился. Давайте называть вещи своими именами. Они были лаборантками, они были помощницами, они были стажерками. Но учеными нет. Их таким образом не воспринимали. Теперь, как принято говорить здесь, в Соединенных Штатах, очередной стеклянный потолок пробили. Ну, помимо шовинизма и сексизма, есть такая штука. Математика требует вложений в времени и денег. Но и традиционные, неудивительно, финансировать точные науки могли позволить себе обеспеченные белые люди. И они вкладывались в мужчин. Ну, вот теперь, как видим, ситуация меняется, хоть и постепенно. Да, ситуация меняется. Конечно, в этом смысле здесь сейчас, в Америке, очень много об этом пишут, что, к счастью, нам удается в последние годы, точнее, мировому сообществу ученых, знаете, приходится привыкать. И, точнее, даже не приходится, они вполне себе с радостью и готовностью привыкают к мысли о том, что науки, особенно точные науки, математика, физика и прочее, они не только для мужчин. И, оказывается, причина, по которой женщины не являлись лауреатами премий, она не... в общем, и проблема не в премиях, она ровно в том, что раньше мозг женщины считался несколько иначе устроенным, что полная чушь и невероятный бред. Именно поэтому, но, между прочим, здесь даже в Америке, коллеги, должны вам сказать, к этой мысли до конца еще не привыкли. Всего последние 20 лет началось, 20 лет назад началось движение в сторону переосмысления, переориентации нового подхода к науке, пониманию, что, в принципе, гендерные различия никак не отражаются на возможностях и способностях человека. Лишь 20 лет назад это движение началось. Конечно же, еще многое впереди. И предполагают специалисты, что чем дольше, чем активнее будет развиваться вот эта вот новая тенденция в науке, тем больше мы будем видеть женщин-лауреатов Нобелевской премии. Тут главное не скатиться, и это очень важно, не скатиться в ситуацию, при которой женщинам будут просто так давать. Знаете, премии важные, например, в науке, потому что таким образом эти премии, они просто обесценятся. То есть нужно подождать некоторое время, как говорят специалисты, некоторое время дождаться, чтобы естественным образом женщин стало столько же в науке, сколько и мужчин, и тогда им будут вручать по заслугам совершенно эти важные научные премии, но просто не специально это делать сейчас. Ну, это то, о чем мы вчера говорили тоже в Ньюстоке, когда обсуждали этот закон, который принят в штате Калифорния, где в Советы директоров компаний... Корпораций. Корпораций, спасибо, да. Теперь есть обязательство брать энное количество женщин, в зависимости от того, сколько членов Совета директоров этой компании в принципе. Меня всякий раз, как мы обсуждаем Нобелевские премии, и, например, сейчас меня интересует другое, потому что, смотрите, сегодня мы говорим о Нобелевской премии по физике и о важных открытиях, которые сделаны, а здесь еще в плюс к этому и впервые за 55 лет женщина, лауреат Нобелевской премии по физике. Накануне говорили о Нобелевской премии по медицине, и чествовали специалистов, которые разработали новый подход к лечению рака. На этой неделе будут объявлены еще лауреаты Нобелевской премии по другим специальностям. А потом наступит пятница. И в пятницу все это благолепие, все это, все восторги по поводу Нобелевской премии, они превратятся в страшную грызню, потому что в пятницу будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. И все последние годы Нобелевская премия мира, которая, казалось бы, должна объединять, казалось бы, должна нести это ощущение мира и умиротворения, что ли, напротив, она лишь разъединяет. Давайте вспомним, какое было отношение во многих странах мира, когда Нобелевская премия мира была вручена Бараку Обаме. А ОЗХО – это прекрасная организация по запрещению химического оружия. На фоне происходящего в Сирии. И сейчас становится ясно, что зря, очень зря тогда вручили премию Нобелевскую этой организации, поскольку до сих пор продолжается применение химического оружия в Сирии. В этот раз, говорят, Ангела Меркель может заслужить. Или, например, вспомним, какая была реакция в Сербии, в Российской Федерации, и также во многих странах Восточной Европы, например, когда Нобелевская премия мира была присуждена Марти Ахтесаари, который занимался разрешением косовской проблемы. И, по сути, был одним из архитекторов вывода Косово из состава Сербии и получения косово-независимости. Так что я, с одной стороны, вместе с вами, конечно, радуюсь, а, открытием, б, тому, что это сопровождается уничтожением очередного этого стеклянного потолка. Но давайте с трепетом будем ждать и пятницы. Я знаю, что у нас есть большие планы на эту тему. Для программы «Новые итоги». Не пропустите, да, такой небольшой анонс продукта RTVI. Но просто ужасно, конечно, интересно, кто получит эту Нобелевскую премию мира и как на нее отреагируют. Потому что были ведь еще случаи, когда человек получает Нобелевскую премию мира, а потом ведет себя вовсе как немирный человек. Например, Аун Санцуджи – это правозащитница из Мьянмы, которая была правозащитницей, сейчас она премьер-министр. Именно с ней связывают гонения народа Рахинджи, которые происходят в последние годы. Коллеги, спасибо большое за этот «Ньюсток». Обсудили сразу три темы. Екатерина Катрикадзе, руководитель RTVI Америка, заместитель главного редактора RTVI Тихо. Андрей, спасибо, Тихон, спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Эфир RTVI продолжит американский сквозной эфир. Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Андрей Ижов. До встречи.